Вот, слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, и приветствую всех, приветствую всех наших братьев, сестер, вообще всех, кто будет смотреть это видео, потому что хочу очень, чтобы много православных христиан также услышало Слово Божье, потому что без Слово Божьего, неважно в каком бы церкви, без Слово Божьего нет жизни вообще. И благодарю Бога, что вот у вас здесь в репцентре именно евангельское наставление, есть проповедь евангельская, рассуждение, объяснение, потому что без этого нет, ну, нет веры, потому что вера рождается, она не просто так вот, из ниоткуда, такая вера из ниоткуда, как бы, из нашего естества, она присуща всем живущим на земле. Но, чтобы вера была Божья, она должна быть от Божьего Слова. То есть, подобное рождает подобное, да? Кошечка рождает кошечка. Вот, собачка там собачек, допустим, значит, все. Вот, подобное рождает подобное. Бог через Божье Слово Своё, Он рождает богов, потому что написано, вы боги, тем, кому обращено Слово Божье. То есть, в нас, вот этот образ и подобие, которое Бог заложил, в нас возрождается через Слово Божье. В нас это всё развивается через Слово Божье. Никак иначе. Через то, что Бог сказал. Я очень Богу благодарю за это. Вот, и в 10... Вот, у Луки, в 10 главе... Слова. Хочу прочесть несколько слов из 10 главы. Во-первых, здесь об учениках Иисуса Христа. Ну, вот в самом начале главы, допустим, там вот эта молитва, значит, этот призыв, который вот в этой поездке по Челябинской области, я уже братьям это писал нашим тоже, священникам, я часто молюсь этой молитвой. Потому что жатвы на самом деле много очень, вот, а делатели мало. И это как, некоторые проповедники говорят, деятелей много, а делатели мало. И вот слова Иисуса здесь, что жатвы много, да, работников мало здесь, а, в этом переводе интересно, да. Молите Господина жатва, чтобы выслал работников на жатву. Мне очень нравится, да. Работники. Потому что они просто деятели какие-то, делатели, а работники. Рабочие нужны. Когда гимнет урожай, то все руки на счет, знаете ли, все руки, они нужны. Самое страшное, потому что я не сельский житель, но жил в селах несколько лет, вот, и, знаете ли, муж не так это больно переживал, но тоже переживал. Знаете, самое страшное для человека, да, вот, когда урожай вырос уже, а собрать его не получается, и он гибнет. И все, что выращили, или большая часть этого, оно так и осталось на полях, и погибло все это. Понимаете, вот, трагедия происходит. То есть это, ну, это, это проклятие, это ненормально. И я убежден, что Бог, вот, сравнивая нас с жатвой своей, ну, с созревшими, с созревшими нивами этим, допустим, он хочет, чтобы все пошло в закрома. Он не хочет, чтобы урожай остался на полях и погиб на полях. Вот, поэтому он и призывает нас к труду, как говорится. И вот тех учеников он призвал еще дополнительно 70 человек. И вот потом эти люди уже возвращаются. Вот, с миссии такая первая была, ну, обширная уже миссия, не просто даже 12, а уже 70, представьте, да, уже, как бы, заявка была более серьезная уже. То есть уже более массовая была евангелизация. Уже 70 человек пошло уже с миссией. И при том с миссией очень серьезное благовестие. И вот они возвращаются, и они, значит, там радуются. Здесь интересно, вот, да. Господи, говорит, бесы повинуются нам во имя Твое. То есть они прям первое, что отметили для себя, да, что бесы текают, что бесы повинуются о имени Его, да, о имени Иисуса. То есть удивительно, ну, и самое первое знамение, которое Господь, потом уже в конце уже Евангелия, да, всего от Марка, да, говорит, что верующих будет сопровождать, это имени Моим будут бесов изгонять. То есть вот самое, наверное, шикарное, что, как бы, ну, не знаю, зрелищное, самое шикарное, что верующие обычно отмечают для себя, это то, что имя Иисуса имеет огромнейшую власть вообще, огромнейшую силу. Я не знаю, каждый христианин это переживает по-своему, конечно, переживает, ну, как сказать, по-разному, переживает очень по-разному. Но я не верю, что вообще есть христиане такие, если он настоящий, если, ну, не по-нарошку христиане, да, а по-правдушному, если он по-настоящему христианин, то не верю, что вообще можно быть христианином и не уразуметь, не пережить вот силу имени Иисуса Христа. Такого не бывает. То есть, либо в таком случае просто христианин, он не по-настоящему христианин, а он еще, может быть, около христианской культуры, как бы, около христианской традиции. Но если человек, он познал власть имени Иисуса Христа, силу его, то он настоящий верующий, я считаю, настоящий христианин. И вот одно из самых первых, это именем моим будут бесов изгонять. И бесы повинуются о имени твоем. Это очень по-разному происходит. Знаете ли, у всех очень по-разному. У нас, вот я еще не записывал, правда, потом записывал, рассказал о домашней группе одной, да, в Киеве, которая родилась, началась, вернее, ну, мы планировали начинать, конечно, не с этого. В общем-то, были планы другие в тот вечер. Начать по-другому эту группу домашнюю. Начали прочитать слово, потом, значит, там, чтобы было свидетельство какое-то, значит, одного из братов, от братьев. Потом, значит, чтобы помолились. А так получилось, из-за того, что хозяйка плакала, у нее кошка умирала, вот, как бы, и вот это мы начали домашнюю группу с молитвы за эту кошку. Вот. И представьте, вот, ну, не знаю, как христиане к этому по-разному могут относиться тоже, и, как бы, там бы у нас были, на этой группе были и уже верующие, и не очень верующие еще люди, как бы. Но всем было интересно, что батюшек молится за кошку. Я имя Иисуса провозглашал. Вот. И, а Бог может даже и кошек исцелять. Представьте себе, значит, кошка была исцелена. То есть она к концу домашней этой группы, ну, она не помирала, больше не забивала с угол, в угол, значит, не уходила из поля зрения нашего. Вот оставалась там, ну, еще такая плохая, но, по крайней мере, уже не текала. Вот. А потом прожила еще несколько лет, еще прожила, вот, и каждая домашняя группа выходила вперед, значит, то есть у нас одна сестра, она была на месте в этой, не Хайперской, Херсонской области, на юге, значит, там Каховка, Новая Каховка, Любимовка, вот в этих поселках они. Трудились все лето, даже и больше там, осень, по-моему, уже. И вот, значит, там получилось так, что, значит, вначале в Любимовке там крестьяне как-то не слушали как-то, значит, ну, миссионеров наших особенно не слушали. И Люба рассказывает, эта сестра, что ягод, ну, с чего начала служение свое там, ну, с воскрешения коровы. Вот, значит, зашла в один двор, ну, она стала ходить по дворам и знакомиться с местными крестьянами. Зашла в один двор, а там бабушка плачет, тоже, значит, убитой горем, ветеринар там, врач, и ветеринар говорит, что корову надо под нож, прямо сейчас, срочно. Вот, все. Он осмотрел корову, значит, а бабушка плачет, не хочет корову под нож, знаете ли, пускать. И вот эта Люба, прямо, вот, такая ревность такая взяла меня, говорит, я, говорит, я помолюсь, я помолюсь, я священнослужитель, говорит, я миссионер, я помолюсь за вашу корову. Бабушка, молись, дочка, молись, дочка, вот, как бы, вот, было чудо, корова не сдохла, значит, корова жила, потом давала молоко, потом нам, значит, до свидетельства, через, ну, она, правда, Люба говорит, что у меня пошла такая слава, как целители животных, вот, и первый месяц я, только, меня просили только приходить молиться за кур, там, за поросят, за кого только не молилась, говорит, вот, но Люю стали принимать, потому что, вот, корова воскресла, по сути, ожила, вот, ну, буквально уже все, помирает. Еще корова, вот, значит, и стала еще потом живая, там, здоровая, крепкая, давала молоко и прочее. Вот, бабушка довольная такая, счастливая вообще, дочь, о, слава Богу. То есть, я, ну, это пример о животных, может, не такой, как бы, значит, может быть, как бы, может, удачный самый, но, но, что даже и этот мир, животные, растительные, повинуются имени Господа. Там был случай, когда жуков морили именем Господнем, вот, именем Иисуса Христа. То есть, ну, уже достали, там, эти жуки, значит, на полях, значит, там, все поедали. Вот, значит, и как раз председатель, там, этот, их не там, сказал, что если в этот раз будет, как в прошлом году, мы, говорит, все, мы сворачиваем здесь вообще вот это все, потому что оно, говорит, овчинка, выделки уже не стоит уже. Вот, значит, и молились, вот, и рядом на полях были жуки, а здесь, а на яд уже, ну, или очень какой-то супер яд покупать, еще очередную какую-то новинку такую покупать. Говорю, нет, нет, ничего не будем покупать, будем молиться, все. И жуков не было. Вот, для них это было свидетельство такое, для вот этих людей, хотя они такие, ну, ну, они православные, но даже не религиозные так, даже не религиозные. То есть, даже вряд ли из них кто-то в храме вообще когда-то в жизни бывал-то, я не знаю, может, кто-то и был когда-то, вот, ну, вряд ли даже, думаю. Они совершенно обычные светские сельские люди, все, вот такие были. И жуков не было на этих полях, вот. А там, значит, соседних, хотя вот, ну, участков, ну, соседних, хотя вот, хозяйств стали говорить там злые языки, что, мол, батюшка, мол, схитрил, у него такой супер яд есть такой, значит, и он, видимо, использовал какой-то супер яд. А этот председатель их не говорит, какой супер яд вообще, вы в своем уме, значит, если даже покупать дорогой яд, мы бы, ну, нужно было по всем полям пройтись, это какой труд был бы вообще, там, это гектаров там немерено. Вот, значит, а это ж только вот на, он выделил машину, и мы ездили вот по этим, как бы, как сказать, это, начало полей, вот, как бы, ну, перекрестки какие-то, вот, откуда, я говорю, покажите вот самые основные места, с которых поля ваши хорошо видны. Вот, на них будем молиться, вот, значит, и вот, да, вот, хорошо, значит, там, вот, на этих участках мы молились, то есть, это точечно так вот, с этого места, с того места, с того места, чтобы все поля эти были видны, говорю. И все, машина возила, высаживала, вот, там молились, дальше ехали, дальше ехали, вот, вот и вся молитва, то есть, какой там супер яд вообще. Вот, но факт то, что не было жуков этих, и урожай собрали хорошие, значит, и вот этот, председатель, и все это, вот, все это хозяйство, эти же мужики все, они понимали, что это связано именно с молитвой конкретно, потому что молились, и жуков не было вообще. Вот так вот, и при том, самое интересное, там-то они, в соседних этих участках, они все-то пожирали опять, а здесь не ходили. Вот так, так что, я не говорю, что это прям вот, вот так вот, постоянно такое чудо, но иногда не совершается чудо, я не знаю почему, то есть, иногда не происходит. А иногда вот такое шикарное бывает чудо, знаете ли, и вот они радостные такие, а вот Иисус сказал им, я видел сатану, говорит, спадшего с неба, как молнию. Представляете, значит, даже, он еще, то есть, братья, говорит, то, что я видел вообще, вам даже и не снилось даже, я видел такое, что не приведи Господь, не увидите вообще. Вот, падение сатаны увидел даже. Но, говорит, дальше он сказал, что я вот даю вам власть наступать на змей, на эскорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вас. Вообще, ну, наверное, ученики были в таком просто священном ужасе таком. Однако, говорит, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, даже не о чудесах, не о знамениях радоваться, да, представляете, не радуйтесь этому. То есть, особенно, ну, не акцентируйте внимание на этих вещах, да, а дальше говорится, но радуйтесь чему? Тому, что имена ваши записаны на небесах. Представляете? То есть, гораздо большим чудом, чем можно себе представить, вообразить вообще, чудесного много в жизни бывает. Вот, но самое чудесное, оказывается, это то, что, ну, человек возрождается. Что имена наши на небесах записываются. Это самое большое чудо. Это чудо, оно, может, не такое зрелищное, конечно. Конечно, знаете ли, вот я читал, допустим, наверное, одно из самых, одно из самых таких вот, ну, потрясающих чудес 20 века. Ну, уже конца 20 века, получается. Когда, значит, в Корее там озеро, значит, как это объяснить, морской воды. И еще накачали с моря, значит, докачали. И огромный водоем морской воды. Но на этом острове, на этом, да, именно остров, получается, значит, корейский, воды нету. И они там проект, очень такой дорогостоящий проект, такой планировали осуществить, прежнее правительство еще корейское. Значит, постройка водопровода туда, с материка. Значит, доставка воды очень дорогая была. И там Корея маленькая страна. Там, значит, каждый участок земли, знаете ли, ценится. И они хотят, хотели этот остров застроить. Его сделать вот таким, ну, городским таким островом. Вот. Но проблема с доставкой воды. Вот они продумывали, как сделать так или сяк, допустим, доставку. И вот, и что сделали христиане? Вот. Предложили правительству местному. Те согласились. Что хорошо, корейцы в этом плане соображают хорошо, очень быстро. Значит, предложили самый дешевый проект. Молитва. Вот. Значит, давайте будем молиться, что за эту воду, за это озеро, огромный водоем, вот, чтобы Бог совершил чудо. И они молились. Правительство одобрило проект этот. Самый дешевый проект. Были проекты там, многомиллиардные проекты даже были. Представьте себе. И христиане предложили проект. Там был конкурс проектов. Самый дешевый. И смета ноль долларов. Вообще, представьте, как бы другие бы правители сказали бы, ну, это курум на смех. Вы что, предлагаете нам это? Вы что, шутите над дами вообще? Издеваетесь над дами? Вы предлагаете проект, где в смете в конце написано ноль долларов вообще? Они за свой счет приедут на этот остров, христиане помолятся и за свой счет уедут с этого острова. То есть, бюджетных денег ничего не будет потрачено. Но они гарантируют, что вода, значит, вот, Бог совершит чудо. Вот, они молились за эту воду. И вода стала пресной. Вот. Проверяли, неверующие люди проверяли, специалисты проверяли. Там все, вода даже стала сладковатой на вкус. Вот, значит, и... А там эти служители корейские собрали все. И просто молились за эту воду. Опреснение совершилось... Израильтяне взяли даже пробу этой воды, значит, специально туда, в Иерусалим, увезли, в Тель-Виверний. Исследуя этот феномен, значит, потому что на Земле нет таких технологий. Такого массового преснения воды в таких огромнейших количествах. Нет таких технологий, не существует. Это инопланетная технология вообще. Вот, значит, и исследуя воду, там ее на атомы буквально разбили. Вот, и вода рассказала свою историю. Вот, что ученые ахнули в этих лабораториях. То есть, вода призналась им, рассказала свою историю, что она была морской водой, соленой водой. Но вдруг, в один момент, да, она стала вдруг пресной. Почему она не рассказала эту воду, почему она сделалась пресной. То есть, необъяснимый феномен. Но еще также там, в Корее, с тех пор чудо, которого нигде на планете больше нет. В этой воде живут как рыбы морские, значит, так и рыбы пресноводные теперь уже. То есть, нигде на планете такого не существует феномена. То есть, значит, там показывают большой аквариум с этой водой, значит, и ученые до сих пор не могут понять, в чем этот феномен. Почему в этой воде и те, и другие рыбы нормально себя чувствуют, и размножаются, и живут нормально. И рыбы, которые только лишь в морской воде, и только лишь в пресной воде живущие. То есть, такого не бывает вообще в природе. Но там с тех пор это есть уже не один десяток лет уже. Удивительно, конечно. То есть, много не один десяток. Но уже, ну да, с конца, получается, 20 века, вот уже 16 год наступил уже. Ну да, не меньше 20 лет, не меньше. Вот, значит, чудо свершилось такое. Вот, но когда вопрос задали этим пастырям, значит, служителям корейским, это пресвятыряне, они сказали вот то же самое, что мы даже не тому радуемся, что вот это чудо совершилось. Вот, значит, и не это самое большое чудо, которое произошло в Корее. Самое большое чудо, что наши имена написаны на небесах. Вот это они сказали во всеуслышание. Конечно, это было и для Кореи, и для всего мира, это было просто, ну, феноменальным заявлением. Конечно, средства массовой информации пытаются замолчать этот феномен, который планетарного масштаба, на самом деле. Хотя, единственная страна в мире, ну, после Кореи, конечно, Корея, это официально на самом высоком уровне, они почтила Господа за это чудо поблагодарила, вот, значит, в лице, там, президента, там, министра всех, там, они почтили Господа за это, значит, поблагодарили Бога. Вот, значит, кроме Кореи, единственная страна, которая этот феномен на самом высоком правительственном уровне парламента своего огласила, это был Израиль. Израиль, не христианская страна совершенно, вот, не, ну, не, казалось бы, там христианства вообще даже очень мало в Израиле, однако же на самом высоком уровне они это почтили тоже, вот, значит, и когда в Израиле был некоторые годы назад, там, кризис, вода, вы знаете, в Израиле очень дорогая, значит, и вообще там даже на улицах Израиля, там, если чистая машина, вымытая совсем, это признак считается, ну, не очень хорошего тона, потому что человек считается, он, как бы, расточителен, он заезжает на автомобиле, это, как бы, это, ну, уже жиру бесится уже человек уже, вот, потому что это очень дорогое удовольствие для обычного обывателя израильского, вот, значит, и, то есть, там даже в душевую кабинку заходишь в гостиницу, да, там, не как у нас, там, раз, там, включаешь душ, он там, поливаешься, балдеешь себе, значит, под душем, там, включил, я не понял, я под душем или я просто вспотел так, оно капельное такое, жжжи, весь мокрый, но вроде и не болило тебя, а ты весь мокрый уже стоишь, то есть, у тебя капельная, как роса на тебя сходит какая-то, вышел, обтерся, вроде, да, чисто, все, нормально, как бы, то есть, минимум воды, там, вот, так, с гульки носа потрачено было, но ты весь мокрый уже, ты вроде как омылся, то есть, не от хорошей жизни, вот, и не от жадности еврейской, нет, это просто от того, что воды, на самом деле, очень мало, вот, минимум, для выживания, просто-напросто, и приходится вообще экономить на всем, там, что касается воды, и вот, главный резервуар Израиля, это Кенерет, да, вот, Генисаретское озеро, вот, вот, и оттуда вся вода, собственно, идет-то к израильтянам, и, знаете, почитали ученые, за голову хватились вообще, то есть, знаете ли, у евреев все нормально с математикой, вот, абсолютно, и, как бы, но даже еврейские мозги вскипели, потому что, по подсчетам, на количество людей, проживающих в Израиле, этой воды не хватило бы никак, но каким-то образом, сверхъестественно, этой воды хватает, но есть отметка, там, в Кенерете, которую нельзя ниже опускать, то есть, если озеро, уровень воды опускается ниже этой отметки, это уже кризис, то есть, считается, это само государство даже может рухнуть, из-за того, что нет воды, понимаете ли, окружение, ну, мягко так говоря, недружелюбное, соседние страны не подарят воду, там, никак не продадут даже воду, понимаете ли, доставлять ее, откуда там, с Антарктики, это, она будет на вес золота, вот эта вода вообще, то есть, государство может рухнуть из-за того, что нет воды, просто-напросто, и вот, и представьте, был кризис на самом высоком уровне, в Кнесседе, в парламенте, ну, как Госдума, у них своя еврейская дума, и, значит, был вопрос поставлен ребром, потому что вода опустилась ниже этой отметки, то есть, это был кризис, ученые сказали однозначно, что Израилю может быть конец, год-два и все, и не будет государства даже нашего еврейского, представляете, насколько страшно все было, об этом особенно не говорилось, так вот, но это имелось в виду даже в самых высоких заявлениях, на самом высоком уровне Израиля, и представляете, что даже, ну, терроризм это одна угроза, страшная угроза, конечно, такая, для Израиля, но еще большая угроза, даже с террористом еще можно как-то побороться, знаете, там, полиция, там, армия, там, значит, там, да, там, там такие резкие, такие, ну, реагируют так хорошо, быстро, там один, там, какой-то, там, не знаю, там, террорист хотел, там, муслина плача взорвать, там, с криком «Аллах Акбар», значит, у него, там, бомбы были всякие, чтобы себя, там, подорвать, там, смертник, и он только «Аллах», не успел даже там «Акбар», сказать, тут же пуля, и все, и труп, значит, потом открыли, а там, у него там бомб немерено, вот, то есть, понимаете, там, там очень быстро реагируют, там, там, тебя фамилии не спросят, стрельнутся, но с террористом, значит, разобраться евреям проще, а вот с водой, вот, если воды нету, это уже все, там уже армия не армия, понимаете ли, там уже и полиция не спасет, и вот, и что сделали евреи, очень мудро поступили, переступив через свои религиозные представления, потому что для многих иудеев христиане это как, ну, ну, как самаряне, вот, в те времена далекие, будем так говорить, ну, мягко говоря так, даже не только самаряне, еще и хуже, но, но, что сделали израильтяне, попросили христиан корейских прилететь, и, коль вы, вот, опреснили воду в огромных количествах, повалитесь у нас тоже, чтобы у нас была вода, потому что без воды, и не туды, и не сюды, вот, и эти корейцы прилетали, Джерукли, там другие эти братья прилетали, корейцы, обычные пресвятыряне, помолились, и был дождь, при том, в то время, когда он не ожидался вообще, по прогнозам, никак, был дождь, и это спасло ситуацию, вода поднялась на нормальный уровень в этом озере, нашлись, да, значит, злые языки нашлись, тут же, ну, как всегда, знаете ли, даже когда Иисус совершал чудеса, мы знаем в Писании, да, значит, и то находились, и то такие товарищи, что, значит, даже Лазаря, когда Бог воскресил, да, казалось бы, вот, живи до радости, нет, пошли некоторые сказали тут же, что здесь что-то не так, вот, и там посовещались, пошукались, и эти бабаи, и приняли решение убить вообще Иисуса, вот так вот, и что произошло, значит, эти корейцы, когда помолились, и был дождь, то некоторые нашлись такие религиозные лидеры, там, раввины некоторые, политики, которые сказали, что корейцы нас, нас, евреев, обдурили, они еще более хитрые даже, они, видимо, просчитали время, когда будет дождь, так, по своим этим обсерваториям, мы-то прохлопали ушами, видимо, этот, как бы, какой-то там, может, знаете ли, там, как называется, там, фронт какой-то там природный, а корейцы просчитали, вот так вот, так, что здесь дело не в чуде, а в хитрости корейской, они не зря прищурились, братья эти, да, нет, они хитроумные, короче, там такое, началось такое, в газетах стали писать, писать, даже, ну, пародировать, мол, что, мол, там, корейцы, они обдурили нас, евреев, обдурили, вот, вообще, ну, надо же, вот, значит, и Лиджи Року, там, другим корейским этим пастырям, им, ну, это, перевели, значит, как бы, и корейцы молодцы, не обиделись, можно, глаза маленько чуть-чуть расширились, конечно, от удивления, конечно, вот, но они вызов приняли, и, значит, потому что там уже было дело не просто в корейцах хитроумных, или в каком-то еще, был вопрос в имени Иисуса уже, вот чем дело, понимаете, значит, потому что те бесы, которые не давали, удерживали воду, будем так говорить, значит, и не давали воду Израилю, вот, значит, они были просто-напросто, и от имени Иисуса Христа они не могли это больше делать, и здесь, что произошло, значит, эти корейцы приняли вызов, и они заявили, что, хорошо, тогда вы сами назначите день, когда, вот, по вашему пониманию, прочитайте, когда не будет дождя точно, вот, никакого фронта ближайшего не будет, там, облачного и прочее, вот, и мы помолимся, и будет дождь, и Господь даст дождь, вот, и опять, значит, да, назначили день, когда прочитали специально в лабораториях, там все там, у них свой гидрометцентр свой еврейский есть, прочитали, что точно, вот, никакого облачка не будет, никакого дождя, точно, однозначно, даже по, ну, ближайшим этим странам не будет точно уже, вот, и назначили день, вот, и корейцы опять, значит, молитве, и вот ни с того, ни с сего, вдруг яблочка появились, и снова дождь, может, не такой большой, но дождь был, весь Израиль-то видел, все, то есть, получается, имя Иисуса было прославлено и возвеличено, через простых людей, но опять-таки, они вот как-то тогда в Корее у себя, так и снова после чудес этих заявили, что, значит, что не это есть самое большое чудо, не то, что, значит, там и бесы поминуются имени Христа, или что, а что наши имена записаны на небесах, то есть, даже не об имени Иисуса радуешься, а о своем имени радуешься, что ты на небесах. Вот, вообще, по-еврейски, бешем и шуа, бешем, то есть, во имя Иисуса, шем это имя, шем, имя, а бешем это во имя, но буквально в оригинале, именно имеется в виду бешем, значит, буквально в имени, то есть, я в нем, а он во мне, имеется в виду. То есть, даже если я сотни раз буду говорить во имя Иисуса, ничего не изменится. Значит, и, как бы, как кошка помирает, так она и помирает, значит, да, как дождей нет, так и нет, как вода морская, так она и морская остается. То есть, ничего не изменится, столько не говори. Но, интересно, ситуация меняется, когда ты сам в нем, в Иисусе, а Иисус в тебе. Когда ты в Иисусе, а Иисус в тебе, и когда во имя Иисуса не просто, это как волшебная формула, знаете, наподобие того, что там по щучьему велению, по моему хотению, там, пусть, значит, там, ведра, там, или сани, вступайте домой сами, а не волшебство какое-то, знаете ли, имя Иисуса. Как вот сыновья с Кеева, помните, в Деяниях, там, да, говорится, они там бесов заглянали и решили, вдобавок еще, слышали звон, да не знают, где он, слышали, что вроде как имя Иисуса чудеса совершает. И они давай тоже там, вот, и в числе прочего, там, именем Иисуса, ну, Иисусов полно, там, как бы, в Израиле, что каждый второй Иисус, значит, знаете ли, Ишо, Ишо. Вот, значит, а какого Ишо? Которого Павел проповедует, значит, вот того самого Ишо. То есть, они, понимаете ли, сказать, что Ишо о Машеах, Ишо о Машеах, то есть, Иисус Христос, это не просто имя-фамилия, это целое откровение, понимаете, значит, это целое утверждение, что он есть тот самый Мессия, Машеах, Христос. А сказать, что Иисус, которого Павел проповедует, это ничего не сказать, по сути. Это не признать его своим Христом, спасителем своим, понимаете? Просто вот он посторонний имя, которое я просто использую, как раньше было в Союзе Советском, все было по блату. Колбасы на прилавках нету, ничего нету, подходишь к правовщице и говоришь, я от Ивана Ивановича. О, волшебное слово. Она тебя первый раз видит, вообще и последний раз видит, допустим. Ну, ты сказала волшебную формулу. Если ошибся, то Иван Петрович, какой? Ой, Иван Иванович. А, все. Понимаете? То есть и волшебство работало на всю катушку. В молочку подходишь, ничего нету, кроме этого синего молока разбавленного. Вот, я там, от Ивана Петровича, допустим. Ну, надо знать, волшебную формулу надо было знать. Вот, сказал, все, раз, два пакета. Чух. Уже, в зависимости от имени, каждое имя давало свой результат, значит, допустим. Одно имя давало, там, килограмм колбасы, а другое 10 кг могу дать. Понимаете? То есть, как бы, в зависимости от того, кого ты знаешь. А ты этого знаешь? Да, все. Ну, молодец, все. Хотя ты, может быть, вообще просто пришел и ушел, все. Тебя больше не видели никогда в жизни. Но волшебство работало в советское время такое. Вот, и духовно можно, да, говорить Иисуса, которого Павел проповедует. Или, допустим, я буду, например, молиться во имя Иисуса, которого провозглашают в репцентре баптистском, вот в этой деревне, допустим. Вот. Можно так попробовать. Но в таком случае это, ну, позорище будет вообще. Вот с теми сыновьями первосвященника был позор. Вот. И там было такое, что эти бесы просто напали на этих. Вот. Они сказали там, что Иисуса знаем, и Павел нам известен. А вы кто вообще? Представьте, бесы в шоке даже были. Вот это наглость скажет. На нашей же территории нас и лупит вообще. Значит, этот одержимый, значит, там их жестоко побил. Значит, и они с позором убежали, значит. Вот. Но дальше написано, правда, хорошо. Во благо, даже эту ситуацию, казалось, такую трагикомичную, Бог во благо обратил. Потому что, что произошло, да? Что имя Иисуса стало почитаемо. То есть люди стали уже задумываться, прежде чем там языком своим говорить. Знаете, уже трижды подумай вообще. Вот, значит, во имя кого ты вообще, да, хочешь молиться. И что это имя для тебя вообще значит вообще. Вот. И настолько сильно подействовало на этих верующих все это происшествие. Что они, видимо, свое христианство пересмотрели такие, да? Они что сделали? Они взяли книги по чародейству какие-то. Это у верующих. У христиан было дома. Представляете? Это не инквизиция была. То есть они не ходили по дворам там, по соседним домам там. И у них там выколачивали там эти книги по инквизиции. Там по этому, по чародейству, значит, да? Это была бы инквизиция. Но они свои принесли. Когда свое, человек, да, приносит по убеждениям своим, отрекается от этого, сжигает это все. Это не инквизиция. Это покаяние. Это плод покаяния. А когда человек берет там и там рассказывали некоторые там, одна сестра там покаялась в такой церкви протестантской. Я пришла домой, значит, там все мамины, бабушка, мама в шоке, там вся семья в шоке. Она берет все иконы, раз там, раз там, ломает все там, сжигает. Это что вообще? Что за сектантка вообще какая-то? То есть это инквизитор. То есть у нее дух инквизиции. Это не божий дух, не святой дух. Божий дух, это не его действие вообще. Это не наши методы вообще. То есть или человек, он просто, знаете ли, слышал звон, да не знаю где он, как бы, значит. Вроде как бы, значит, покаяние, позыв-то был к Богу, но... А дальше методы уже не наши уже совершенно уже, не христианские. Но дух инквизиции это такой, знаете ли, это как вот, если брать инь-янь, как бы, ну, так, грубо говоря. То есть есть дух святой, а есть дух инквизиции. Это противоположность. Это прямо противоположно. Но это проклятие, оно всегда где-то рядом ходит вообще с народом Божьим. Всегда. Что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, оно всегда где-то близко. Как вот те ученики Иисуса, которые хотели спалить, давай помолимся Иисус, вот они говорили даже, как Илья сделал. То есть они состались даже на местописание. То есть как бы помолиться на основании местописания даже. Представьте, чтобы сошел огонь, и это село Смарянское спалилось. Значит, представьте, такую хатынь хотели сделать христиане. Чтобы вместе с жителями, представьте, и какой был бы позор, представьте, какой был бы позор, если бы, значит, там стояло бы пепелище и, значит, и такая вывеска. Вот эта деревня Смарянская спаленная христианами по молитве. То есть на все века это был бы такой позор. Представьте, инквизиция самого первого шага вообще истории церкви. Даже еще церковь не родилась, она только еще была в утробе Иисуса. Это вот то, что было вокруг Иисуса, это была команда, ну, потенциальная церковь. Это были уже, как бы, завтрашние христиане. Они еще, ну, как бы, были без пяти минут христианами, но еще не христиане. Вот, Иисус сказал, что не знаете какого вы духа, потому что те предлагали, вот как Илья там, жег одного пятидесятника какой-то с его пятидесятком, да, другого пятидесятника с его пятидесятком. Да, не баптиста с жегом, да, нет, пятидесятника жег. Радует, да, братья? Не, а вообще дело вот в чем, что когда Иисус говорил, что придет время, даже вас будут убивать и будут думать, что тем самым служат Богу. Вот так, помните, да, Изиана? Но он говорит, что так будут делать, потому что не познали ни меня, говорит, ни отца моего. То есть там, где во имя Бога, да, во имя веры убийство по идейным таким, по религиозным соображениям, то там нет познания Бога, нет познания Иисуса Христа. То есть такой человек не знает ни Бога, не знает ни Иисуса Христа, не знает на самом деле, там все прочее. И самое великое, что может произойти в жизни верующего, это то, что его имя будет написано на небе. У нас было одно собрание, ну, так же вот, собрались примерно, и так по очереди высказывались. И братья, сестры наши там высказывались, у нас, мы договорились как бы так вот в тот день, у нас была тема о чудесах, свидетельствовали, какие в жизни были самые такие памятные нам чудеса, вот, самые такие характерные, запоминающиеся какие-то моменты такие. И знаете, вот люди называли, ну, на самом деле такие, ну, потрясающие вещи называли, вот, кто-то там уже одной ногой в могиле стоял вообще, все уже там уже, там уже, врачи, на нем уже крест поставили, там, значит, там, вот, живой, здоровый, значит, там, да, ну, здорово. Ну, как бы, ну, хорошие чудеса такие, а кто-то был зависимый там, у нас там один был там, такой был вообще конченый пьяница, говорят, все уже, уже вот в одних трусах его с подвала доставали вообще, все, то есть он все пропил, был когда-то лауреат был там, всякие конкурсы вообще такой был, все, квартиру, все, музыкальный инструмент, все, короче, все, попропивал и бомжевал там, значит, и вообще, вот, как бы, не думал даже не то, что, даже о завтрашнем дне, не думал, просто напивался и все, и валялся там в подвале, вот его вытаскивали, а сейчас опять такой гражданин, там, значит, все там, с документами, все там, у него какой-то угол есть какой-то там уже в квартире, там, вот, значит, он прилично одетый такой, так не подумай, что там был такой вообще уже алкоголик, там, все, и трезвый, и сейчас мне даром и не надо все это, как бы, значит, там, то есть он, такие вещи, понимаете, вот, да, слышали, жалко, не было камер тогда у нас, так, записать вот такой рассказ, да, вот, как бы, когда люди рассказывают каждый о каком-то самом характерном чуде в жизни, это было такое, что, ну, целое собрание, целое служение, то есть даже, даже и проповеди не надо, по сути, вот, как бы, знаете, вот, слышишь, как живой Бог вот в жизни людей действует, ну, и в жизни любого христианина есть какие-то особенные чудеса, да, и вот так вот я послушал братьев сам, ну, много, что я знал, конечно, из их судьбы, но в тот день, когда я понял, что все очень, ну, прекрасно, на самом деле, прекрасно, слава Богу, и вот, а я так, я так, я сам-то, честно говоря, так, заготовил уже, думаю, пару примеров, расскажу тоже о чудесах таких конкретных, на самом деле, серьезных чудесах в моей жизни, вот, а потом, думаю, нет, наверное, о том расскажу, братья послушал тех, думаю, нет, наверное, надо все-таки о другом рассказать чуде, вот, чтобы не было похожим, потому что, примерно, уже высказывалось уже, вот, о болезни уже было, ну, надо что-то такое, вот именно такое, и самое характерное рассказать, и, представляете, вот, доходит очередь до меня, и я четко понимаю, что нужно говорить вообще не об этом даже, и, вот, я сказал, что, знаете, самое для меня большое чудо, я понял теперь это, вот, выслушав вот всех братьев, сестер, выслушав их чудеса, вот, ваши чудеса, говорю, я понял, что для меня самым большим чудом, это то, что я рожден свыше, то, что я спасен, вот, это я, вот, понял, для меня это стало просто, ну, аксиомой, вот, выслушав все рассказы, я убедился, лишний раз убедился в правдивости слов Иисуса, что вот об этом, вот, радоваться надо, действительно, это самое главное чудо, потому что все приходящее, даже если человек, он освободился от всех, всех грехов возможных, если он исцелился от всех возможных болезней вообще, там, и у него, там, значит, там, от нищеты, там, вышел, и у него, там, теперь, значит, все, там, пузата хата дома, значит, то есть, и все у него хорошо, там, и жена, там, значит, и дети, значит, и все, и, но все равно есть, ну, как бы, вопрос, а что дальше, как бы, да, вот, а что дальше, да, разве ты со всех сторон уже благоставлен уже, да, что уже благоставение уже, и невозможно представить себе уже человека, вот, а все равно дальше что, дальше, вот, и я понимаю, что есть, вот, для верующего самое главное, это то, что он спасен, то, что его имя на небесах, даже если его имя известно в самых таких высоких, где-то, кругах, да, это одно, самые высокие круги, они сегодня одно, завтра другое тебе скажут, вот, завтра тебя забудут, и все, как тебя и не было, вот, а если ты на небесах записан, да, твое имя, то это вечно, и это самое великое, быть и называться детьми божьими, самое грандиозное, что может произойти в жизни человека, что он не просто от своих мамы и папы родился, да, слава Богу, за наших родителей, которые нам дали тело наше, да, нашу жизнь, воспитали, вот, все, они сделали свою работу, да, они, ну, как бы, благодаря им, конечно, да, вот, мы появились на свет, Бог, конечно, все это устроил, но, значит, наши родители дали нам жизнь, жизнь, но, есть рождение не просто от наших мам и пап, а есть новое духовное рождение, и это самое великое чудо, когда человек, он живет другой уже жизнью, на земле много людей, знатели, уже сколько там, 7 миллиардов, больше уже, то есть огромное количество народу, и всех знает Бог, и все для него, его, да, творения, по образу подобия сотворенное, есть такое предание еврейское, очень красивое такое, и в Талмуде, и в Мудрецов записано, древних еще, значит, когда Бог вывел из Египта евреев и неевреев, потому что там было много и евреев, и неевреев, по преданию еврейскому, две трети всех евреев, они уверовали в Бога, по-настоящему уже, Авраама, Исаака, Израиля, они пошли за Моисеем, как за именно пророком Божьим, но примерно треть всех евреев, проживавших там, потомков Израиля, они так и остались в Египте, то есть они не пошли, они предпочли, лучше говорится, макароны по расписанию, они предпочли, вот, чем хлеб свободы, вот, мацу есть там на воле уже, то есть они предпочли в рабстве быть, и, как я проповедовал некоторое время в колониях разных тоже, и вот первый, или один из первых моих опытов такой интересный был в Черниговской области, значит, там колония, и один дедушка, ну, после уже служения, собрания, была возможность пообщаться, так, помолиться за кого-то, и один дедушка, мы с ним общались, и он, ну, всю жизнь, вот, в этих местах, вот, у него, по той стороне колючей проволоки никого нет вообще, то есть, ну, никого абсолютно, все, кто были там, либо поумирали, либо там, значит, там вообще, ну, исчезли, все, то есть, уже он последние годы, он вообще один в мире остался, из родниц своей всей, и вот, значит, и он признавался, что да, вот, он даже выходил, в прошлые разы выходил, значит, на волю, и всей душой стремился обратно, назад, потому что здесь у него, ну, его здесь уважают, как бы, у него здесь все есть, у него здесь койка, у него здесь место, у него здесь друзья там, как бы, то есть, у него здесь интерес какой-то есть, а там ничего нету, и он, и вот сейчас вот, меня, на днях уже освобождают, мне страшно, батюшка, честно говорю, мне страшно, я не хочу уходить, я вам прошу даже, чтобы меня оставили, как бы, по возможности, вот, значит, и я понимаю, что человек, вот, знаете, самое страшное не рабство даже, а когда человек к нему привыкает, Когда уже век свободы не видать Это уже не просто там красивые слова Это уже его жизнь Как знаете, вот когда дерево его привязывают к низу, допустим И оно таким изгибом вырастает А потом эти цепи снимают, допустим А этот изгиб остается на всю жизнь Уже дерево, уже все, оно вольно, казалось бы Оно может уже выпрямиться А нет, оно уже выросло таким И оно уже хочет таким остаться Оно уже по-другому не мыслит своей жизнью И оно уже таким остается Самое страшное, это даже не само рабство А вот последствия этого рабства И когда человек уже не хочет, боится свободы вообще Интересные примеры есть такие тоже Ну, я сейчас не хочу так дальше уйти Но скажу, что Когда евреи стали выходить из Египта Это был призыв Бога, самого Создателя Был призыв Даже чудеса совершались, страшные чудеса Казни египетские были Мы знаем эти страшные казни Казалось бы, уж не поверить после этого невозможно То есть, все должны были поверить вообще Богу Но примерно треть всех евреев так и не поверила Но они отпали неверием Но за место отпадшей неверием Бог привил верой С разных народов, проживавших там в Египте Если рабам было, ну не было что оставлять Кроме цепей, да? Терять вообще ничего Этим людям порой было что оставлять Там дома свои, земли Положение свое, может, в обществе Но они пошли вслед за Богом Вот они привились верою К телу К народу К природной лозе Те природные ветви отпали неверием А дикие по природе Они привились верою Что в Новом Завете Совершилось в еще больших пропорциях Огромнейших количествах Вот тогда при первом исходе Это совершалось Это не просто предание Теперь это уже исторический факт Потому что археологи Полностью подтвердили Правдивость этого предания Потому что археологи нашли следы Огромного еврейского присутствия То есть, огромные еврейские поселения После времени уже исхода То есть, когда уже совершился исход по годам И после этого еще целое поколение Однозначно Огромное количество евреев Десятки тысяч семей проживали На территории Египта Официально, доказано уже То есть, это предание Не просто предание Это уже исторический факт считается Вот, и то, что с разных народов Привились верой люди Вот, это тоже Это библейский факт даже Скажу так Потому что написано о пришельцах Среди Израиля И вот, и они вышли из Египта Вот, и понимаете Если бы они просто вышли из Египта И дальше что? А дальше, ну, живите как хотите вообще То есть, сами по себе Гуляй поле Вот, пожалуйста Нет, тогда это была бы не свобода Но они пришли к горе И Бог дал заповеди Бог усыновил, удочерил их Всех евреев и неевреев Всех обращенных Поэтому Пасха Это не просто еврейский праздник Как национальный праздник, допустим Да? И вера, это не просто еврейская вера Национальная вера Нет, это Это Божья вера И это праздник верующих Пасха Потому что, ну, а в Новом Завете вообще написано Наша Пасха Христос вообще То есть, как тогда Моисей был освободителем Для всех евреев и неевреев Он был спасителем, как бы, для своего поколения И всякие, кто вот крестился в Моисея Да? Они были вот действительно спасены То есть, надо было поверить в креститься То есть, погрузиться в него То есть, научиться верить, как он верит Да? Научиться идти по его стопам Научиться его слушаться То есть, он был прообразом Христа Грядущего Вот И все, кто евреи и неевреи Что поверили В его посланничество Моисея В его Ну, его власть Которую Бог ему дал Да? Значит, его имя Вот Они вышли за ним Вслед за ним И шли за ним Вот Они были спасены Но кто потом в процессе Для нас это тоже урок очень немаловажный Кто в процессе бунтовал потом Вот Не хотел Роптал Жаловался И не хотел слушаться Моисея И потом они сами по себе Многие хотели быть Мы сами тоже Бог со всеми нами говорит вообще Понимаете ли? Без царя в голове Хотели жить евреи Многие И эти вот пришельцы особенно Что получилось? Они погибли все Это очень страшный урок для всех нас Вот У женщин говорят Ну, можно предполагать У женщин не так было страшно все У мужчин было очень страшно вообще Вышедших из Египта Вот 600 тысяч было Мужчин призывного возраста Способных носить оружие Да? При пересчете Войска 600 тысяч человек Вышедших из Египта Значит Дошедших до Ханаана Сколько было? Больше полмиллиона на старте А на финише Сколько было? Сколько вошло в Ханаан вообще? Два колена Харьев и Иисус Навин Два человека всего лишь Не колена даже Два человека Всего два человека Какая статистика? Представьте 600 тысяч человек на старте Супер марафон какой-то Да? Допустим А на финише Финишную черту Только лишь двое пересекли Их трое было даже С ними был еще Моисей Но он сошел с дистанции Уже на финишной Уже все Он даже видел Эту же землю Он с горы посмотрел на нее Но не вошел в эту землю Представьте Наверное самое обидное Сойти с дистанции Уже когда уже все Ну хотя бы бронза твоя Ты будешь третьим Хотя бы Пересечешь линию эту Но он не зашел в землю обетования Только два этих вот человека Иисус Навин и Халиф Они Зашли в землю обетования Потому что в них был Иной дух написано Да? Вот так вот Так что даже здесь Ну правда С Моисеем получилось Вообще чудо Это Ну это отдельная тема Отдельная проповеди Потому что Обращали внимание Да? Что он умер Очень странно Да? Его тело так не нашли ведь И в Новом Завете Говорится спор А Моисеем был теле То есть он Вроде как умер А вроде как и не умер Вот ты не поймешь И в оригинальном тексте Там говорится о его смерти Как о исчезновении То есть как бы Это можно по-разному понимать Вообще Честно говоря До Иисуса Было непонятно вообще Куда делся Моисей Значит И поэтому Среди евреев Всегда были всякие такие Ну как бы Догадки Куда он мог исчезнуть Вот Вплоть до самых фантастических Как допустим Илья Да? Восхищен был Однажды Что значит Вот так вот Однажды Господь взял И его Ну так оно и есть По сути То есть он исчез Он умер другим образом Не так как обычно Мы все умираем Тело Душа уходит Тело умирает Тело без духа Мертво написано Да? Помните Да? Значит И получается Что вот наша смерть Обычная Это вот Выход души Выход духа И все И тело И тело оно Исчезает Из праха И в прах возвращается Вот Это обычная смерть Но вот Ильяху И Моисей Они Исчезли по другому То есть они Не путем Выхода из тела А трансформация Когда подошла В небесное Это измерение То есть они Перешли туда В это иное измерение Божественное измерение Потому что Доказательством Является Иисус То что Иисус Христос уже Ненавин Иисус Христос Он беседовал На горе Преображения С Моисеем И с Ильей Понимаете ли Некоторые Традиционно Православные Обычно мне тоже говорят Ну и в семинаре Об этом говорили Что вот как бы Моисей Илья Это представители Царства мертвых И царства живых Если бы Иисус Разговаривал с покойником Представителем Царства мертвых Он согрешил бы Но Иисус был безгрешным То есть Иисус Не согрешил То есть Если бы Иисус Христос Он беседовал Ну Спиритизм Допустим Что называется Да Как допустим Помните Саул Он в Эндор К волшебниц Обратился За помощью Хотя сам всех волшебников И знал накануне А здесь Вот Сам Значит Пошел В это же самое Зло Вступил И волшебница Ему вызвала Казалось бы Значит Самуила Для беседы Пророка Которого при жизни Саул не слушался И вот Но ничего нового Конечно Не услышал он Значит Только лишь Приговор услышал Судьбы И значит Спиритизм помог Саулу Нет Наоборот Общение с бесами Это было Конкретно Непослушание Богу Сам Самуил Говорил При жизни Земной Говорил От Бога Такие слова Что непослушание И противление Слову Божьему Постановлению Божьему То же самое Что Колдовство И идолопоклонство И идолослужение То есть В глазах Всемогущего Бога Когда человек Не слушается Слово Божье Постановление Бога Его Повеление И даже Пытается Противиться Его слову Идти против Рожна То в глаза Всемогущего Он как будто бы Почитающий Идолов Или поклонник Или же Колдовством Занимающийся человек То есть Такой человек Он грешит Страшно грешит Не дай Боже И вот Если бы Иисус Там на горе Преображения Он был бы Спиритистом Если бы он Общался бы с Умершим Как с Саул Допустим Самуилом Тогда бы Иисус согрешил И тогда бы Он не мог бы Принести чистую Жертву Богу Свою кровь Но Иисус Говорил Что когда я Вот идет Нясь века сего И он не имеет Во мне ничего А если бы Дьявол имел бы В Иисусе Хотя бы немного Доступа Немного Права своего То Иисус так Не мог бы сказать Вообще Что То есть получается Иисус Христос Дал бы место Дьяволу В своей жизни В своем служении Хоть на Не знаю Хоть на какой-то Мизер Какой-то Получается Но хотя это не мизер Спиритизм Это не мизер Это Духовный опыт Это именно Духовный опыт Но со знаком Минус Это конкретное Общение с бесами То есть тогда бы Мы факт констатировали Что Иисус Христос Общался с бесами Понимаете Это очень страшно Даже представить себе На секунду Что такого Было бы возможно Тогда бы Жертва Христа Была бы несовершенной И вообще И бессмысленной она была Это было бы просто Очередное убийство И все Очередное распятие Потому что распинали И до Христа Много Кого И после Христа Распинали Много Кого Возьмите там Восстание Спартака Читали наверное Да Вот слышали Там страшные вещи Вообще Даже для римлян Которые там уже Там навидались Всякого Это было страшным Событием Когда они там Распинали Тысячи рабов Распинали Представьте там Деревья Все повырубали Там по окрестности Когда были заставлены Дороги Крестами этими И там Эти историки Римские пишут Что некоторые рабы Такие были здоровые мужики Знаете Сердце как у быка Значит такие здоровые были Вот эти гладиаторы Некоторые Умирали по несколько дней Не просто там День мучились А по два-три дня Висели на кресте Значит истекая кровью Удушаясь Значит Но еще живые будучи Представляете Какие были здоровые мужики То есть ты его Лопату не убьешь вообще Он То есть такие здоровые Как пишут Что там быка Там валил Значит там ударом Вот Поверишь здесь Что такие бывают Ну и сейчас бывают Такие Некоторые Так здоровые Феноменальные Там люди некоторые Есть такие Поддубные Какой-нибудь Знаете Вот Но Значит Здесь вопрос Вот чем Что Страдания Иисуса Они страшные По-человечески Но Чисто по-земному По-человечески Если брать Были люди Страдавшие Ну Больше чем даже Иисус страдал То есть намного больше Даже Когда Иисус умер на кресте Даже Пилат удивился Что уже умер Уже Как-то вроде Как бы Он вроде Такой Нехилый Такой Неболезненный То есть Он вроде бы Должен был Еще помучаться Еще дольше То есть Это не то Что там Какой-то Может там Болезненный Человек Такой-то Все И вот Его прибили Он тот же раз Скончался Нет Иисус был Ну здоровым Человеком Крепким Человеком То есть По мнению Пилата Иисус должен был Еще страдать Еще И страдать Еще впереди И даже Они Как бы Римляне Были вынуждены Контрольный выстрел Сделать Удар копья Чтобы удостовериться Ну Что Мало ли Что Вдруг Это не смерть Потому что Было как раз Распятие Накануне К распразднества И Надо было Перебить голени Ну Чтобы они Побыстрее Умерли Ну болевой шок Перебивает голени Значит И он провисает И у души И в общем-то Ну Одним словом Быстрая смерть наступает Ну Страшная Но быстрая Вот Значит И И справа И слева Ну там Брался молот Кувалда И перебивались То есть страшная смерть Конечно Вот Не приведи Господь Значит Такое видеть Но Оба И справа И слева И эти разбойники И тот кто Попросил Иисуса Что Вспомни меня в царстве своем И тот который продолжал Засловить Христа Вот И тому и тому Перебили голени Они и умерли А Иисусу Хотели перебить Значит Видит он Покойный Ну На всякий Нужно контрольный Сделать Удар Да Значит И Копьем Удар был Ну В удостоверении Чтобы Даже если Где-то там И прикинулся Или там Или что Обморок У него какой-то там Такой глубокий Тоже точно Будет покойником Уже Вот И удар сделали И И стекла кровь И вода И И для них Тогда это было Свидетельством Значит И для современных Медиков Сейчас медики Современные Патологи Анатомы Объясняют Это очень Конкретно И четко И понятно Что это Смерть наступила Иисуса Не в результате Удушья Как обычно На крестах Люди умирали Значит В то время Да Значит Это Нет потери крови Тем более Нет Раз кровь и вода Значит Именно И стекла Это значит Его сердце Просто разорвалось То есть Но я не верю Что у Иисуса Было слабое сердце Я верю Что он не был Там с пороком Сердца Рожденным Знаете ли Вот таким Хилым Таким Человеком Я верю Его сердце Было здоровым И крепким Просто Его страдания Были Нисколько Даже физически Они физически Страшные Описаны Вот Смотрели Наверное Да Фильм Мелла Гюбсена Страсти Да Я смотрел Не раз Смотрел И в кинотеатр Смотрел Там в кинотеатр Смотришь Там вообще Я был на этих В Киеве Когда был Это вот Как это называется Показ первый Показ Премьера Да Премьера По всем кинотеатрам И знаете Что сделали Слава Богу Вот кинопрокатчики Сделали очень хорошую вещь По Киеву Они обзвонили По всем конфессиям По всем церквям Приглашали Священнослужителей Для Ну во-первых Бесплатно Билет получаешь От этих прокатчиков На посещение Этих сеансов То есть неважно Это баптист Или писятник Или адвентист Православный Какого патриархата Католик Если ты священнослужитель Церкви То получаешь Бесплатный билет Входной На просмотры Не разовые А даже просмотры Этого фильма А второе Они убеждали Священнослужителей Сказать хотя бы 2-3 слова Ну минут 5 Не больше Вот значит В конце После фильма Потому что Кинопрокатчики решили Что для Американского зрителя Здесь все понятно Более или менее Но для нашего зрителя Как правило Не все понятно Далеко Зачем такая жестокость Для чего это все было Как бы То есть Обычный Обычный американский Зритель Он все понимает Что Христос за него Умер Что эта жертва Была за него Принесена То есть Это как бы С молоком матери Это любой Американец знает Фактически То есть Там проповедовать Евангелие Там совсем По другому Надо Там больше Не словами Убеждая Как бы Человека А ну Жизнью Как бы Своей Вот самой То есть Там другое Благовестие Другая форма У нас же Обычно Даже Обычный Обыватель Даже не понимает Что за него Христос умер Даже вот Сама Вот это Как бы Понимаете Наша культура Хотя христианская Тоже называется Но она Без Христа Замешана То есть Она как бы Помимо Помимо Христа Вчера я говорил Да вот К сожалению Оно не только тогда Тысячу лет назад Знаете ли Крести Крестили А просветить забыли Да значит Но к сожалению И по сей день Вот до сих пор Уже больше тысячелетия Представьте Вот эта беда Она продолжается То есть Помимо христианства Без Христа Замешивается Ну и вот Давали возможность Выступить Значит Я откликнулся Конечно Говорю Да я говорю Скажу Ну сколько у меня было Времени там По возможности Какие дни были Свободны Более-менее Я приходил на сеансы